Итак, я в своем номере, в отеле Гринвуд. Продолжаю отвечать на авроклассики. Я нахожусь в трезвом состоянии, я не пью ничего, и под утро у меня не болит голова, ничего. Что тут пишут? Привет, а ты до какого в Москве? А я сам не знаю, до какого сейчас, какое число. Еще три-четыре суток. Привет. Скорее всего, я все эти оставшиеся дни останусь в одиночестве здесь. Какой-то чел без аватарки. Здравствуйте, нашел вроде вашу страницу, вашу с большой буквы пишет. Оставлял комментарии на YouTube под видеофильм Куб. А, это я делал обзор на фильм Куб. Хороший фильм, мне понравилось. Пытался связаться с вами в Instagram, писал ты неделю назад. Вот такое сообщение, вот оно. Не нашел, куда еще написать. Надеюсь, я не очень навязчивый вовы перевода суммы пишу, как я могу помочь. Здесь... Ну, слова... То есть, есть, вместо есть он есть пишет. Ну, это ничего. Может, есть план у кого-то поехать, где-то задержаться. Хочешь, чтобы... Чел пишет с грамматическими ошибками. Странно. Какие суммы... Какую сумму он может задонатить? Вам расстаргироваться от родителей, с которыми вынуждены контактировать. Зачастую это приносит стресс, непонимание действий. Да я читал. В частности, доверение окружающего. Можете снять квартиру в городе, в котором сам пойти, я бы мог посоветовать. Даже где город менее похожий на Россию, в архитектуре, конечно. Блин, так много пишет. Здравствуйте. Может, лучше созвониться. Или в ВКонтакте созвониться, или еще где-то. В Телеграме. Или голосовыми общаться. Я сейчас в Москве, в отеле Гринвуд. Если хотите, можете прийти, можем вживую поговорить. Просто я сам не разбираюсь в Москве. Это... Это не сам центр Москвы. Это где-то с краю Москвы. Отель Гринвуд. Можно загуглить, там, наверное, будет адрес. Я здесь буду еще 4 или 3 суток. Спасибо за сообщение. Добавлю его, друзья. Спасибо, он у меня и так не добавлен. А, он даже не добавился, друзья. Но я ему отправлю заявку. Закрытый профиль. Город Норильск. Один общий друг. Норильск это промышленный город весьма. Привет. У меня просто глючная запись на телефон. Телефон стрёмный из Таиланда. С партбродами фигню. Я, короче, нахожусь в отеле Гринвуд. Можешь посмотреть на YouTube-канале моем. Или ВКонтакте. На стене у меня там видео есть. Отель Гринвуд в Москве. Если хочешь, приходи. Можем пообщаться. Я тебя встречу. Там можно даже провести гостя. В каюту. Или как это называется. У меня просто голова. Отбили немного. Забываю слова. Переезжай сегодня, кстати. Если можешь. И завтра. А послезавтра, наверное, последние сутки будут. И дальше опять в Сибирь уезжаю. Отель Гринвуд. Я попытаюсь точный адрес узнать. Там улица и дом. Сейчас пойду посмотрю. А хотя как она приедет, если она из Красноярска? А хотя как ты приедешь, если ты из Красноярска? Я забыл. Я тупанул. Вот облом. Да, приезжаю. Я буду рад. Только у меня. Я же здесь не смогу вечно находиться. В этом отеле. Я сейчас пойду посмотрю точную улицу. Поищу там и номер дома. Чтобы лучше было интереснее. Так вообще отель Гринвуд. Он вроде один. Он не в центре Москвы находится. Где-то с краю. Приезжаю, а то скучно. Один просто здесь сижу. Как фуфил. Ну это из зеленого слоника. Извини за такой юмор. Здесь можно сходить в бассейн. Тут бассейн теплый, кстати. Вода такая теплая. Мне это нравится. Ну, буду ждать. Спасибо, что ответила. Если что, посмотри на моей стене. Там я про отель Гринвуд. Как он выглядит. Снаружи. Снимал на видео. И смотри. Ничего себе тут сообщение. Ох, не миленький. Привет. Так удивительно, что я тебя вспомнила. И вдруг обнаружила, что ты мне написал. Ну, может, закончилось. Кажется, я вот это пропала. Что вы делаете в Москве? А? С мамой. и вообще в принципе. Просто так решили поехать. Или по какому-то делу. Ты так давно ходил в Москву. в Москву. Я думаю, что ты один поедешь куда-нибудь. Ты с мамой приехал. в Москву. Это так удивительно. Что дальше будете делать? Гулять? Или вы прямо по делу приехали по какому-то в Москву? Там есть служба бесплатной психотерапевтической помощи. только надо иметь временную прописку у кого-нибудь в Москве, чтобы попасть к ним на приемы, на... Это все амбулаторно в режиме поликлиники. Вот. Но это надо иметь временную прописку. Прости, что я в последнее время даже не следила за твоей страницей. Я сама тут кассипорила просто по-черному. И какую-то исполняла ахинею просто. И... В общем, по мне самой психушка плачет, кажется. Вот так вот бывает. ты готов кому-то протянуть руку помощи. А все это возможно от того, что очень хорошо понимаешь. А понимаешь, потому что и сам. И сам где-то затеялся. В дебрях, из которых очень трудно выбраться. Да, сейчас самый тяжелый период коронавирус. У меня многие чувствуют усталость, подавленность. Да, я приехал ради дамы сердца, но она не подпускает меня. Она не общается вообще со мной. Она с мамой моей только переписывалась. И мама мне сказала вчера или когда, что если я подойду, к даме сердца, то она вызовет полицию дамы сердца. А может это ее мама написала, я не знаю. Тоже вполне возможно я заслужил. Мне было грустно так вчера. Я напился просто пива легкого алкогольного и таблеток. А сейчас чувствую себя вообще отлично. Голова не болит с утра. Ничего. Я тут один в отеле. Просто я бы без мамы не смог приехать, потому что у меня же нет денег. Меня уволили из-за того, что я состою на учете у психиатра, когда я дворником работал. Теперь у меня вообще никого нет и не будет. Так и не было все это время. Ну сейчас я не знаю. Я буду четыре дня здесь еще где-то. Я хотел бы найти кого-нибудь в Москве с кем кого пригласить сюда с кем чтоб ни одному быть. Потому что здесь можно я спрашивал в ресепшене охранника можно привезти подругу или друга бесплатно. ничего не будет. Но никто что-то не отвлекается. Я форевролон. получил лекарство перед тем как поехать у частного врача. Но правда не самое лучшее. Но все равно хоть что-то. да не обязательно мониторить мою страницу там ничего я уже не пишу особо точнее вообще ничего не пишу просто смотрю фильмы старые фильмы 90-х годов с Том Хэнксом в основном видео на ютуб выкладываю даже не знаю что сказать мама куда-то ушла наверное в Москву поехала я не знаю на площадь посмотреть просто я не знаю я проснулся а ее нету ну ладно спасибо за сообщение на площадь на площадке не знаю но это практически так и есть то что это будет очень сложно и возможно с моей стороны это настолько наивно Вот, ну, не знаю, в общем, люди, они всегда были такие, ну, не всегда, конечно, но не все люди такие злобные, не все люди такие агрессивные, но я вот привыкла от людей ждать негатива одному и всегда быть готовой к этому, вот. И самое главное найти ключ к человеку, но зараза отстает в том, что ключик ты найдешь не каждому человеку, и если человек говно, то ты с этим, к сожалению, ничего не сделаешь. Телевизор смотрит людей в наше время немного, но и в интернете тоже хватает, и ты, например, пишешь что-то адекватное, нормальное, а тут хопа, приходит человек и просто обсирает в пух и прах, без аргументов, без ничего, просто берет и обсирает, и плюс еще оскорбляет, и это довольно бывает обидно, вот. Вот. И сила, опять же, немножко стоит в том, что если ты сможешь не обидеться и идти дальше, но, опять же, если ты будешь ходить дальше, и ты будешь постоянно на это тыкаться, ты, естественно, очень страшно вырусален по себе. А имеет ли это вообще смысл? То есть, то, что я все это делаю, вот. Главное, решает то, что если это действие активное, то да. Ну вот. Может быть, в силу своего возраста, я, возможно, все еще считаю, что можно еще что-то изменить. Я не знаю, буду ли я в будущем таким же вот, таким человеком, который будет считать, что вот все это бесполезно, все, типа, в пух и прав, наверное, в пух и прав, а я не потеряюсь. В общем, не знаю, вот. По мне, главное, не сдаваться, хоть это и кажется сложным. Вообще, слово «сила» это настолько парадоксальное слово, и все-таки, то есть, что-то вот такое бывает, что совершенно человеческое выдаешь, такое думаешь, что-то, если, например, что-то не получается, то хочешь сдаться, хочешь быть сильно, пусть это, и думаешь, в конечном счете это тоже может задолбать. Вот. Хз, 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 хз. Если быть собой тоже, ну, как бы, не каждому это понравится, но и, блин, и... А если вообще смысл кому-то нравится, ну, господи, господи, не знаю. В общем, мне кажется, по сути, есть что пообсуждать, но я, правда, не знаю, какая будет реакция от всего этого. Вот, все, что я говорю, может быть, это вообще даже смех вызовет, у нас вообще-то стынет вызовет, не знаю. Извини, я забыл, а ты... Ты же не из Москвы. Я просто вчера, когда решился отвечать на сообщение, я пиво выпил и таблеток, чтобы не так больно было, если кто-то его выражает или оскорбляет, или шантажирует. А у тебя нет, случайно, знакомых в Москве, кто бы мог, я бы встретил, ну, кто бы мог приехать ко мне в... Сейчас скажу... Гринвудхотел. Просто мне тут одиноко весьма. Я еще здесь 4 дня буду. Я пытаюсь кого-нибудь позвать. Здесь можно бесплатно провести знакомого или знакомую. Просто как-то грустно. Напиваюсь один там... Ну, сегодня я не напиваюсь. Сейчас утро кое, сейчас уже не утро. Сейчас... Уже где-то. Что-то никто ничего не написал. Спасибо, спасибо. Ты живешь в Петербурге, или снимаешь, или в общежитии? Простите за нескромный вопрос. Сейчас даже не охотится вообще не смотреть. Да нет, я к Даме Сердца приехал в Москву, прилетел и назад полечу на самолете. Прости, что-то тогда-то вышло, я собирался долго. Да как я могу с концами переехать, если в Москве самая главная проблема это негде жить, тупо негде жить. Бомжуешь просто потом, потом уезжаешь. Да, девушка это удача одна, да, только она не хочет меня видеть. Будешь искать, найдешь. Так я уже отчаялся что-то искать, уже ничего не ищу. Раньше искал, ничего не нашел. Да, Вик? Все это фигня, будешь искать, найдешь, все это фигня. Да, но только теперь я уже не провожу выставки лет десять. Не вижу смысла. Я прилетел в Москву ради девушки, но все обломалось. Охренеть, сколько здесь сообщений-то в этих группах. Невозможно. Какие-то мемасы тут пишут, смеются, капец. Отхитить лампу – построить. Продолжение следует. В общем, что Всё, больше не буду никого звать, смысла нет. Да, я пью таблетки и смешиваюсь с алкоголем, у меня ничего от этого нет, но не пропагандирую, не советую никому. Психиатр говорит, может быть плохие побочки в каком-то мизерном проценте случаев, но я от человека зависит. Я, например, когда набухаюсь, под утро чувствую себя отлично, голова не болит, ничего. То есть, если кто не хочет затусить со мной в отеле, побухать, то пишите в личку, а то здесь слишком много сообщений по 1000 за один час. Я вообще не хочу даже смотреть, сообщений в миллион. Да и хорошо, что ты не была в Москве, тут делать нечего. тут жёсткий город, очень жесткая, не очень-то здесь хорошее впечатление для психики остаётся лично для меня. Давай в Красноярске как-нибудь встретимся, помнишь, мы хотели по аптекам пройтись, купить флоксетин по рецепту. В субботу, да, только можно. У меня просто рецепт выписал, нужно, теперь нужно купить где-то. А в моём городе там фигню всё, там не продают, либо продают самую дешёвую фигню по рецепту врача, всё официально. В короче, бессмысленно всё это. Мой совет вам, Леонардо Дайвинчик, или вообще в любых сайтах знакомств, просто забейте, зря время потратите и нервы. Ну, нервы можно не потратить, но время потратите впустую. Зачем вам это? Хотя, что можно делать в этой тюрьме под куполом? Ты посмотри, разве это не тюрьма под куполом? Посмотри, вот она стена, вот она стена, вот тюремное здание, образно говоря, вот она стена бесконечная и беспробудная, вон пол, куда не подкопаешь, некуда копать, чтобы пролезть и выбраться наружу. Вон заборы, как в тюрьме. Понятия, как в тюрьме. АУЕ, там вот это всё. Полиция повсюду, больше чем в Китае, по статистике. Я, короче, сам это не слушаю. Называется группа «Пошлая Молли». Очень популярная, там, хотя абсолютно бездарная. Там, типа, они берут просто под Америку косят, под американские, типа, «My Chemical Romance» ранние клипы. Как будто бы это, типа, не русские, а американцы. Это добавляет зуммерам уважухи. И на максимально автотюн вытягивают голос, и там практически не расслышать, что он поёт, но звучит, так, знаешь, зажигательно, как бы, так сказать, послушать какой-нибудь клип там их. И там всегда обязательно обнажённые, ну, не обнажённые, а такие сексуальные девчонки присутствуют, типа, на них тоже смотрят, там, заглядываются, когда смотрят клипы. Поэтому такой успех, я не знаю. По идее, у меня тысячи текстов уже скоплено. Можно их применить, только сделать новый вид синтепанк, грустный синтепанк, попробовать. Такого ещё нету, кстати. Потому что я настолько плохой человек, что моей маме написала то ли девушка, то ли её мама, что если я подойду к девушке, то она вызовет полицию. На этом всё. Теперь я сижу здесь один, но у тебя незнакомых в Москве. Непрошённые. Непрошённые. Смотрите продолжение в следующей серии.